Обязательная доля в наследстве. На первый взгляд, при наличии завещания процедура оформления наследства должна проходить максимально быстро и просто. Ведь каждый гражданин волен распоряжаться личной собственностью по своему усмотрению, и остается только четко следовать волеизъявлению. Но по разным причинам бывает, что в завещании не указаны лица, которые имеют право на обязательную долю, либо их часть слишком мала. В таком случае порядок наследования, указанный в завещании, может быть пересмотрен в суде. Всего же выделяют три вида наследования. По закону, имущество делится между законными наследниками в порядке очереди, установленной Гражданским кодексом РФ. По праву представления, если законных наследников уже нет в живых на момент открытия наследства, часть переходит к их правоприемникам. По завещанию, наследодатель волен указать в документе физические лица, не относящиеся к кругу законных наследников, а также юридические организации и даже государства. Он самостоятельно устанавливает и размер присуждаемых частей. Что такое обязательная доля в наследстве, ГК РФ? Понятие обязательной доли в наследстве встречается в ГК РФ СТ. 1149. Этот правовой институт был учрежден с целью соблюдения прав незащищенных слоев населения. Они определены закрытым перечнем граждан, которые имеют гарантии на получение части имущества, независимо от того, что сказано в завещании. Нотариус, оформляющий документ, обязан уведомить об этом наследодателя. Поделить наследство без конфликтов – целое искусство. Кто имеет право на обязательную долю при наследовании по закону? К лицам, имеющим право на данную привилегию, относятся. Несовершеннолетние дети наследодателя, усыновленные в том числе Нетрудоспособные Дети наследодателя, усыновленные в Т. Ч. Нетрудоспособные родители, в том числе усыновители Нетрудоспособный супруг Нетрудоспособные иждивенцы должны находиться на иждивении Наследодателя как минимум год и быть нетрудоспособными на момент его смерти Важно! Нетрудоспособность родителей или супруга устанавливается по одному из параметров По здоровью, инвалиды любой группы, или по возрасту У женщин с 55 лет, у мужчин с 60 Если статус пенсионера присвоен на льготных условиях, в связи с тяжелыми условиями труда, а не по достижении пенсионных лет такой Человек нетрудоспособным не признается Список включает категории граждан, самообеспечение которых затруднительно или невозможно Именно поэтому данная привилегия является более приоритетной, чем право наследодателя на свободное распоряжение собственностью Закрытый перечень правоприемников Обязанности наследников Правоприемники получают не только право, но и некоторые обязательства Возместить расходы, вызванные смертью наследодателя Обеспечить охрану наследства и управление им Возместить финансовые задолженности Наследодателя, кредитные обязательства, займы под расписку, долги по алиментам и другие Соблюдать завещательный отказ Обязанность передать часть полученного имущества в пользование определенному лицу или организации Упомянутым в документе Соблюдать завещательное возложение Обязанность направить наследство на конкретные общеполезные цели Установленные документом Соблюдать законодательство РФ, не совершая противоправных действий с целью получения большей части наследства Уклонение от наследственных обязанностей может повлечь последствия разной тяжести Если не выполняются долговые обязательства, требования завещательных отказа или возложения, заинтересованные субъекты могут подать в суд В таком случае незаконопослушному гражданину придется не только исполнить предписанные завещанием действия, но и возместить моральный ущерб истцу Дополнительная информация Завещательный отказ и возложение не должны превышать объемов полученного наследства В ином случае правоприемники освобождаются от необходимости их выполнения Также они имеют право отказаться от возмещения финансовых задолженностей умершего, если их объемы превышают размер полученного имущества Подделка завещания, в зависимости от размеров мошенничества, повлечет более суровые меры наказания, от лишения наследственных прав до тюремного заключения Гражданский кодекс РФ определяет право и обязанности Размер обязательной доли в наследстве Размер гарантированной части составляет Половину того состояния, которое полагалось бы правоприемнику по закону Чтобы ее рассчитать, необходимо знать полный список лиц, имеющих право наследовать по закону на момент смерти наследодателя Важно! Ребенок наследодателя, родившийся после его смерти, также является наследником по закону, даже если прожил всего несколько минут после рождения Главное, чтобы он был жив на момент появления на свет Пример Наследодатель завещал все имущества своему ребенку На момент его смерти супруга уже достигло пенсионного возраста Это обеспечивает женщине право на привилегию Других законных наследников, кроме супруги и ребенка, у наследодателя нет При наследовании по закону доля каждого составила бы половину имущества В данном случае нужно законную часть разделить пополам, в результате получится, что обязательная доля супруги равна Чтобы расчеты были верными, необходимо учитывать все наследственные имущества, а не только включенные в завещание Отличие обязательной доли при наследовании по закону и по завещанию В Гражданском кодексе РФ термин обязательная доля применяется только к правоотношениям, предполагающим наличие завещания С юридической точки зрения употреблять это словосочетание при наследовании по закону неуместно Однако лица, имеющие право на привилегию при наличии завещания, также имеют право наследовать по закону В чем состоят отличия При наследовании по завещанию правоприемник получает только половину от того, что мог бы получить по закону По закону наследники одной очереди равны, а наследники по завещанию всегда имеют преимущество Для удовлетворения требований лиц, не включенных в завещание, сначала будет рассмотрено имущество, которое не упомянуто в документе Если этого недостаточно, суд может выделить часть из завещанного имущества, а иногда и уменьшить размер обязательной доли Последняя воля изъявления не всегда справедлива Как применяется обязательная доля при наследовании по закону на практике? При наследовании по закону лица, имеющие право на обязательную долю, получают наследство наравне со всеми остальными законными наследниками Дети, родители и супруг в любом случае относятся к наследникам первой очереди Наследованию иждивенцев, входящих в перечень обязательных наследников, отведена отдельная статья 1148 Они вправе наследовать наравне с правоприемниками той очереди, которая призывается к наследованию Особенности наследования супругом Супругом нужно учитывать следующие моменты Согласно Семейному кодексу супругами признаются только Лица, брак которых был зарегистрирован в ЗАГСе РФ Гражданский брак не дает основания для получения наследства Важен факт приобретения имущества во время состояния в браке, а также наличие совместного имущества на праве общей совместной собственности Супруг получает половину совместно нажитого имущества, если иное не было указано в брачном договоре Также супруг получает свою часть из личного имущества наследодателя наравне с законными наследниками первой очереди Обратите внимание Получение супругом части совместно нажитого имущества не лишает его права на получение наследства из остального состояния Основным условием для того, чтобы процедура наследования супругом прошла без проволочек, является правильное определение совместно Нажитого и личного имущества супругов Совместно нажитым считается материальная собственность, приобретенная супругами с момента официальной регистрации брака Недвижимость, полученная в наследство или подарственной одним из супругов, к совместно нажитому имуществу не относится Вещи индивидуального пользования, кроме драгоценностей и других предметов роскоши, также являются личным имуществом каждого из супругов Очередь наследования по закону Ограничение в правах на обязательную долю Если наследодатель не включил нетрудоспособных близких в свое завещание, на то могут быть объективные причины Кодекс выделяет круг лиц, которые признаются недостойными и лишаются своей привилегии Согласно ГК РФСТ, 1117 основаниями для применения данной меры являются Правонарушение, совершенное по отношению к наследодателю Попытки незаконным Путем получить имущество или увеличить свою часть наследства Уклонение от должного содержания наследодателя при жизни, которое было Предписано судом Лишение родительских прав родителями наследодателя В РФ эта категория граждан лишается любых наследственных прав Отказ от обязательной доли От наследства можно отказаться, но с одним ограничением, отказ невозможен в пользу лиц, не указанных в завещании Для освобождения от наследственных прав нужно заверить письменный отказ у нотариуса в одной из двух форм Отказ от своей доли Тогда она будет распределена между всеми лицами, указанными в завещании Отказ от своей части в пользу конкретных наследников по завещанию Обратите внимание Перед принятием решения об отказе от наследства необходимо хорошо подумать Обратной процедуры не предусмотрено Для подтверждения обоснованности отказа несовершеннолетнего потребуется разрешение органов опеки Документы должны быть заверены Судебная практика по обязательной доле в наследстве при завещании Судебные решения по данному вопросу в России учитывают многие нюансы Определенная кодексом гарантированная часть является ориентиром, но суду важно установить обоснованность ущемления прав других правоприемников Есть два фактора, способных оказать существенное влияние на ход дела Финансовое положение наследников Пример, наследник, указанный в завещании, объективно нуждается в финансовой помощи, а претендующий на обязательную долю материально обеспечен Суд может уменьшить размер притязаний или отклонить иск Кто пользовался завещанным имуществом Пример, указанный в документе постоянно проживал на территории завещанной недвижимости, передвигался на завещанном транспортном средстве Или вел деятельность в завещанной студии А претендент на обязательную долю не пользовался данным имуществом при жизни наследодателя Это дает наследнику по завещанию весомое преимущество в суде В борьбе за наследство некоторые теряют голову, совершают неправильные поступки и рушат родственные связи Попытки заполучить наследство незаконным способом в лучшем случае оставят нарушителя вовсе без какой-либо части Но ответственность лежит не только на правоприемниках Составляя последнее волеизъявление, необходимо взвесить все аргументы Исключение из него лиц, привилегированных Гражданским кодексом, должно быть оправданным